Давайте разберем задачу, вернее, вы попробуете решить задачу, которую полностью аналогично обеим своим предшественницам. Надо только осознать принцип. Задача такая. Пусть теперь х – это количество подграфов на четырех вершинах в графе g. То есть теперь на вас или на компьютер падает граф, и он по-прежнему падает, как и раньше, но теперь вы должны вычислить не число треугольников, а число полных подграфов на четырех вершинах. Ну, картиночка, конечно, такая. Если такая ситуация в графе есть, то вот уже один полный подграф на четырех вершинах образовался. А если, например, вот такая ситуация в графе есть, давайте я вот для полноты картины все нарисую, все карты раскроем. Если есть полный подграф на пяти вершинах, то сколько заведомо уже имеется в графе полных подграф на четырех вершинах? Четыре. Пять. Пять. Союз пяти по четыре – это пять, да. Пять. То есть уже заведомо не меньше пяти. Каждая четверка здесь образует полный подграф на четырех вершинах. Вот ровно в этом смысле понимается, и мы перечисляем все, k4, все полные подграфы на четырех вершинах. Спрашивается, ну, конечно, чему равняется мат ожидания х? Ну, естественно, надо пользоваться линейностью, действовать абсолютно точно так, как мы действовали только что. Стоять за 1 по 4, а уроженная на 2 в 6. Правильно. Здесь то же самое, что и в прошлой задаче, только... Ну, естественно, нужно сказать, что то же самое, да. В каком смысле? Ну, нам понадобится то же самое, что и здесь, только у нас здесь будет вариант... Нет, а давайте не вот то же самое, то же самое, а введем прямо обозначение. У меня были обозначения? Дельта 1, дельта цезон кодри. Давайте аналогично как мы что-нибудь обозначим, введем вот сытые, чтобы все было полностью расписано. Давайте обозначим каждую четверку точек в графе дельта какая-нибудь, например, дельта 1 и что дельта 1, например, равно x1. Нет, x-то зачем? А, хорошо. x потом появится. Давайте... Ну, хорошо, дельта 1 это 1, 2, 3, 4, да? Самое первое слово русского алфавида. 4. Ну, в фигурных скобках. Ну, в фигурных скобках лучше, да, чтобы было... Нет, вот здесь вот 1, 2, 3, 4 образует множество, да? 4. Ну, и так далее. Дельта, так как у нас всего n вершин, то после 4 угольников будет на них c из nt4. Ну, не надо говорить 4 угольников, просто 4 элементы. 4 вершин будет c из nt4. Ну, это были, например, n-3, n-2, n-1 и n. Ну, да, вот в таком лексифографическом порядке это последнее слово, какое можно взять с 4. Ну, да. Да. И теперь надо, наверное, ввести случайные величины, да? и x, и, т.к. Ну, да. Так. Угу. Мне, конечно, просто это понимание закрепилось максимально. Значит, x, и, т.к. Это величины, которые принимают значение 1 и 0. А, ну да, да. У нас... у нас x, и, т.к. это, да, величина, которая принимает 1, если... Немножко надо отходить, наверное, в сторону, от того, что пишет 1, если... Если есть, есть, то полные четырех... Если все шесть рёбер вот на вершинах из дельта и этого проведены... Если есть... 6, это 1, 2, 3, 4, 5, 6... Если есть... 6, это 1, 2, 3, 4, 5, 6... Здесь 6... 6... 6 рёбер... Ну, полные четырех вершин... Ну, да, да. Что если на дельта и этого находится полный под график? Да. 6 рёбер в полном четырех вершиннике... Ага. Иначе ноль. Иначе ноль, да. Но, понятно, что у нас вероятность того, что 1 равна P... А, нет, равно P в шестой. P в шестой, да. Все шесть рёбер должны присутствовать. Каждая с вероятностью P, независимо от остальных, значит, P в шестой. Перемножаем. А вероятность того, что будет ноль, то это будет... Ну, это неважно, потому что, когда мы будем считать математическое ожидание X этого, мы всё равно эту вероятность на ноль умножим. Поэтому нам достаточно знать, что вот эта вероятность равна P в шестой. Да. Получается, что все мат ожидания будет равно... У нас это будет... Полинейность. 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 Мат ожидания X1, ну и сумма всех этих... Да, да, да. Полинейность. Полинейность. Да. Х из... С индексом C из NP-4, да. 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 Ну... Получается, что у нас C из NP-4 слагает, каждый из которых равно P в шестой. Получается, что это C из NP-4 умножить на P в шестой. Ну, шикарно. Спасибо. Спасибо. Вот это полное образцово показательное решение этой задачи. Ну, я думаю, что все помнят, да? Да. Давайте ещё усложнять постепенно, чтобы совсем всё стало понятно. Давайте вот так вот сделаем. Пусть X на графе, который выпал из стучки, это есть число циклов... Ну, естественно, простых циклов, то есть многоугольников. Если я говорю цикл, то я подразумеваю в данном случае простую. Значит, число простых циклов в длине K. Ну, то есть на K на шинах. В этом графе G. K это второй параметр у графа Унтар в третьем. У графа G есть параметры N и P, да? N это число вершин, а P это вероятность ребра. Мы добавляем ещё одну чиселку K, которая отвечает за длины цикла. Спрашивается, чему равно средним числом от ожидания числа циклов в длине K в графе G? Естественно, надо действовать точно так же, как и раньше, как в предыдущих трёх или скольких примерах. Но вот подумайте. Надо аккуратно. У нас для этого всё есть. Циклы мы там перечисляли в какой-то момент. Всё есть. Да. Всё есть. Всё есть. Всё есть. Всё есть. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Наверное, цикл здесь какой-то многоугольник, да? Цикл это многоугольник, да, я сказал, это простой цикл. А почему? У цикла же известно, сколько периодов, если он простой. А, тогда понятно. Но, тем не менее, ответ, который прозвучал, он не совсем правильный. Представьте себе, что на конкретных камер-шинах в этом графике, который на вас спустился из тучки, на конкретных камер-шинах, полный подграф. Ну, вот мы только что проходили такую ситуацию. Например, К равняется 4, и вот на этих 4-х камер-шинах у вас полный подграф. Как вот только что. Но ведь простых циклов в полном подграфе много, не один. Есть цикл 1, 2, 3, 4. Есть цикл 1, 3, 2, 4. Это разные циклы. 1, 2, 3, 4. И 1, 3, 2, 4. Разные циклы, правда? И оба они присутствуют в этом полном подграфе. Значит, не совсем CSN пока надо еще подправить ответ. Когда вы вот эти индикаторы будете вводить, их будет не CSN пока штука, а больше. CSN пока, умноженное на M'2A пополам. Только на камеру с M'2A пополам. На камеру с M'2A. Все, после этого все правильно. Да, это будет CSN пока, умноженное на камеру с M'2A пополам, умноженное на M'2A. Вот, правильно, да, отлично. Катематическое ожидание x есть c из n по k на k-1 факториал пополам на pfk до c. Ну, давайте аккуратно тоже это распишем, полностью решим задачу. Опять, перебираем все возможные циклы, которые потенциально могут возникнуть в графе. Вот в полном графе на n вершинах, я утверждаю, что всего столько циклов. Столько k вершинных циклов. Потому что вот это количество способов выбрать k вершин, и после этого на этих k вершинах еще вот столько ровно различных циклов. Мы это проходили. Поэтому если по-прежнему дельтами обозначать эти циклы, ну, как и хорошо. Дельтой я на самом деле использовал в соображении треугольничка, да? То есть уже четырехвершинники надо было по идее как-то по-другому обозначить для красоты слова. Но k вершинные циклы, ну, можно c обозначить. c1 и так далее. c. Ну, мне как-то влом, что называется, писать такое длинное выражение. Давайте я ему обозначу m. И c с индексом m. Это будет последний потенциальный цикл, который может возникнуть в графе. После чего мы вводим случайные величины x и т, которые на данном графе g принимают значение 1. Если c и т есть в этом графе g, и 0 в противном случае. Соответственно, математическое ожидание x и това, это есть просто вероятность наличия конкретного цикла в графе. У цикла на k вершинах k лёдер, и все они должны присутствовать. Поэтому мат ожидания x и това, это p в степени k. Соответственно, мат ожидания x, это есть мат ожидания x1 плюс и так далее, плюс мат ожидания xm. И это есть c из n по k на k минус 1 структориала пополам на p в карте. Что мы утверждали. То есть, вот, вроде, стало понятно, да? Да. Круто, да? Ну, давайте еще одну программу задачу решим на линейность мат ожидания, а потом еще парочку на линейность. Я хочу, чтобы эта линейность усвоилась до основания, так сказать. А то вы научитесь только для графов ее применять, а для других задач не научитесь. Так, ну, давайте вот такую еще на графе случайно ничему рассмотрим. Это будет число связанных компонентов. Все знают, что такое связанные компоненты? Ну, это вот куски связанности, на которые распадается граф, если распадается. Если он связан, тогда одна связанная компонент, естественно. Значит, это у нас будет число связанных, если он из одних вершин состоит, вообще, или, например, нет, у него n связанных компонентов. С компонентом может состоять из одной вершины, не воспроизводится. Тогда такая вершина, кстати, называется изолим. Ну, значит, это число связанных компонент нашего графа, каждая из которых... Каждая из которых... Каждая из которых имеет k вершин и является целиком и полностью является циклом, простым циклом. Кажется, мы не закрыли дверь. Это, наверное, все-таки нехорошо, с точки зрения записи. Потерпим еще немножко, да? Каждая из которых, чтобы этот шум милиц... Возможно, да. Но ничего страшного. Итак, x от g это число связанных компонент, каждая из которых имеет k вершин. k это заданный параметр, фиксированное число какое-то, 4, например. И при этом сама вот эта компонента целиком представляет из себя ровно один простой цикл на кадршке. Никаких других вершин там нет. Только вот этот многоугольничек. Такие вот многоугольные компоненты связности. Вот одна, вот вторая. С тем же количеством горшин. Здесь для примера я взял k равное 5. Ну и так далее. Вот сколько всего таких компонентов в случайном графе. Предлагается найти математическое ожидание аккуратно. Тут есть своя специфика. Которую надо учить. Картинку я стираю. Но это абсолютно та же самая линейность. То есть принципиально ничего нет. Вы опять что-то перебираете. И каждый раз тестируете. Единичка, нолик, да? Единичка, нолик. Где кап? Вы зря испугались. Ничего сильно нового не произошло. Там самих этих индикаторов будет, в общем-то, привычное вам количество. Другое дело, что вероятно, что единица у каждого из них будет не такая, как в предыдущих примерах. А так-то перебор то же самое. Я уверен, что вас останавливает. Знаете что? Вы боитесь брать пересекающееся множество. А это не надо бояться. Бог с ним. Понятно, что если в графе есть вот такая вот компонента, это понятно. То есть если есть вот такая компонента, то вот такой компоненты уже быть не может. Очевидно, да? Если такая компонента есть, то такой компоненты точно нет. Потому что какая-то компонента, если она к другой компоненте примыкает по общей вершине. Но вот на это никак не надо обращать внимания. Вы просто тупо перебирайте все возможные подмонства и тестируйте их на то, какое свойство здесь написано. А про это забудьте. Продолжение следует...